Япония известна не только аниме, авто, храмами, японками и суши, но также и своей ночной жизнью. Часто в зарубежных фильмах, когда действие происходит в Японии, обязательно показывают, как японцы в ярких нарядах гуляют по ночному Токио и тусуются в клубах. Ну что ж, давайте поговорим про ночную жизнь в Японии. Я буду говорить именно про Токио, так как это столица Японии, но и я тут живу. С заходом солнца во всех крупных центрах Токио начинается ночная жизнь, причем в любой день недели. Однако основные гулянки проходят по пятницам и субботам, когда большая часть японцев заканчивают работу в офисах. Кстати, в это же время в спальных районах Токио вообще тишина и на улицах ни души. Такой контраст, что кажется, что город словно вымирает. Японцы ходят по многочисленным барам и ресторанам, где очень много пьют. И за один вечер зайти в два или три разных места – это норма. Кто-то просто пьет из банок у комбини, в парках или у станции метро. Благо в Японии это не запрещено. Сейчас еще особую популярность набирают кальянные, открывающиеся чуть ли не каждый день. Растут как грибы после дождя. Кто-то же залипает в игровых центрах, открытых до поздней ночи. Отдельно стоит сказать про различные заведения для мужчин. Это и герлс бары, кябакуры, бордели и многое-многое другое. Так как в Японии очень много одиноких мужчин, то данная индустрия невероятно развита. Хоть в Японии официально и запрещена проституция. Более подробно обо всем этом смотрите в моем отдельном ролике на канале, по ссылочке в описании. Для большинства японцев гулянка завершается около 12 ночи, когда заканчивают ходить последние поезда. Оставшиеся же идут в Эдзакае, местные пивнушки, или же в караоке, где веселятся до самого утра. А кто-то идет в ночные клубы, о которых я сейчас и хотел бы поговорить подробнее. Но перед этим хотел бы сделать небольшой анонс. Думаю, вы знаете, что я сотрудничаю с Гакуру, компанией, которая помогает любому желающему приехать на обучение в Японию. Да, границы еще закрыты, но надеемся, что совсем скоро уже откроются. Приглашаю вас на три стрима по обучению в Японии, которые пройдут 4, 11 и 18 сентября по субботам в 10 утра по Москве. Ссылка на первый стрим есть в описании. Будет много интересного, а также розыгрыш авиабилета в Японию. Поставьте напоминание. Всех жду. Спасибо. А теперь вернемся к клубам. Вообще, японские ночные клубы считаются популярными, и многие представляют что-то вообще такое нереальное. Хотя на самом деле они по большей части довольно тухлые. Основные клубы находятся на Щибуе, Рапонге, Шинджику и Адайбе. Ход для женщин обычно бесплатный или со скидкой. Мужчины же должны заплатить около 4000 йен. Какого-то фейс-контроля я ни разу не видел. Пускают всех. Конечно же, если вы в адеквате. При входе обязательно необходимо показать документы. Также при входе выдается несколько билетиков, которые можно обменять на напитки в баре. В среднем стоимость напитка в баре около 800 йен. Клубы отличаются по музыке и наполнению. Причем в одном и том же клубе на разных этажах могут быть различные жанры. Время от времени проводятся какие-то мероприятия. Например, недавно ходили в клуб, где случайно попали на батл по вок-танцам, проходившим в подвальном помещении. Если вы не знаете, что это, то я не буду углубляться. Ну, в общем, это такой стиль. В нем часто танцуют мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации на каблуках. Все это пошло с подиума. И для Японии это совершенно нормально. Люди вокруг выстроились и просто смотрели, аплодировали и всячески поддерживали танцоров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда же в клубах проходят концерты. Перед Новым годом ночебой посетил концерт Коха, японского музыканта. Как вы понимаете, из-за авторских прав я не могу вам показать целиком видео, но примерно это все выглядит вот так. Ну и, конечно, ночные заведения – это место для знакомств. Сюда приходят японцы и японки, чтобы познакомиться. Поэтому вокруг клубов расположено огромное количество лап-отелей. Однако учитывайте, что охранники в Японии очень бдительные и за приставание к девушкам сразу выведут. Основной контингент таких клубов – это японцы от 20 до 30 лет. В 5 утра зажигается свет и все на первых поездах возвращаются домой. Кстати, клубы работают даже сейчас в такое нелегкое время. Просто все носят без перерыва маски. Как бы там ни было, клубы в Японии примерно вот такие, как и в любой другой стране, наверное. Возможно, тут они более простые, без размаха какого-то, но японцам нравятся. Напьются и танцуют. Приедете в Японию как турист или на обучение и сможете увидеть все своими глазами. Если у вас еще остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях под видео. Возможно, сделаю ролик с ответами на эти вопросы. Поддержите данный ролик лайком, это очень помогает. Подписывайтесь ко мне на инстаграм, там много всего интересного. И до встречи в следующих видео. До свидания.